С вами retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Екатерина, расскажите, пожалуйста, все мы знаем, что искренность нынче в моде. Откройте нам секрет, как правильно выстроить честный разговор с покупателем. Искренность действительно приносит пользу, укрепляет имидж и в конечном итоге приносит деньги. Для меня искренность – это честный диалог и ответственность, которую ты несешь перед своими клиентами, сотрудниками и перед самим собой. В период пандемии мы были не исключением среди тех компаний, которые столкнулись с огромным количеством сложностей. Большинство наших магазинов пришлось перевести в режим Dark Store, и спрос в онлайне возрос не просто кратно, а на порядке. И, естественно, мы не всегда вовремя, в полном объеме доставляли заказы нашим клиентам. А будучи брендом, который работает на территории дома, в очень чувствительной зоне, мы получали огромное количество негатива от этих обиженных клиентов в социальных сетях, в обращениях. И для нас это был такой сложный достаточно опыт, когда мы практически каждое из этих десятков тысяч обращений обработали, спасли практически все заказы и потом принесли персональные извинения нашим клиентам. И оказались достаточно сильны для того, чтобы признать свои ошибки и понести за них ответственность. Для меня это очень важно. Сейчас мы видим, что уровень NPS клиентов – это то, за чем смотрит любая компания, которая работает с массовым рынком, вернулся практически к прежнему уровню. Мы получаем большое количество позитивной обратной связи от клиентов, и особенно нами дорожат теперь те люди, с которыми мы были в сложной ситуации и вступили с ними в честный человеческий диалог. Я думаю, что так. Спасибо за ваш ответ. Мы желаем вам успехов. С вами retail.ru. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok